Итак, давайте продолжим. Я здесь создал различные классы. Давайте с ними немного познакомимся. Например, у нас есть класс Charakter, который в конструкторе принимает поле name и сетит его в приватное поле name. Также есть метод getName публичный, который возвращает это поле name. Также хотел показать, что мы можем делать реализации в хедерах. Мы уже видели, для таких простых типов. Из минусов, если мы будем наш хедер передавать в другие файлы, то он будет нам, грубо говоря, это все копировать. Это, во-первых. Во-вторых, читабельность этого кода, когда здесь прям реализация, тоже может быть не очень. Здесь уже нужно смотреть, что вам нужно. Я хотел показать, что в райдере можно нажать alt enter и сделать move implementation out of class scope. и он перенесет нам этот метод в C++ реализацию, а в хедере оставит просто оглавление этого метода. Окей. Давайте дальше посмотрим. Например, у нас есть класс will. В нем ничего нет. Также есть наш темплейтный класс, в котором просто есть шаблон print. Дальше мы посмотрим, что такое шаблоны. Пока что мы их не разбирали. Также есть сам array. С ним мы попозже разберемся. И класс car. Дальше у нас есть класс animals, но это уже позже. Что у нас есть в классе car? В классе car у нас есть чисто для примера два поля, колеса и персонаж. У нас есть метод, который назначает нам персонажа. Он принимает персонажа, садит его в персонажа. У нас есть метод, возвращающий нам этого персонажа. И этот метод у нас реализован в C++. А также хотел показать, что мы можем быстро переключаться через такие стрелочки. Например. Либо вот здесь. Мы можем нажать и переключиться с cpp на header. Вот. Окей. Что у нас здесь интересно? Мы можем подключать, например, character через include. и это значит, что все, что есть в классе character, копируется к нам в файл. Но представьте, что у вас есть header, и вы все время копируете. То есть мы можем, в принципе, взять и сделать include. Сюда и в класс car подключится все, что есть в character. После этого вы класс car подключаете еще к куче других классов, и это все, оно копируется. Представьте, что вам нужно подключить очень много всего. Это все будет копироваться. Соответственно, файлы ваши будут разрастаться, компиляция будет очень медленная, и это не очень хорошо. В c++ для этого есть решение, так называемый forward declaration. То есть мы просто пишем класс и название класса. Этим самым мы говорим, что у нас есть класс character, и это все, что тебе нужно знать. и компилятор в этом хеддере, он верит, что у нас есть этот класс. Он не может его толком проверить, хотя в райдере анализатор может проверить, есть ли этот класс или нет. Visual Studio, по-моему, не может. Вот. И получается, что мы просто объявляем этот класс, не копируя его, что очень удобно. Также в райдере удобно нажать alt enter, и он предлагает добавить этот класс как forward declaration или как include. Также дальше, если вы этот класс в c++ где-то подключаете, например, у нас здесь подключается класс car, то вы должны уже делать include, потому что forward declaration здесь не прокатит, и вам нужно уже конкретно работать с методами этого класса. Но в c++, скажем, так и нужно делать, потому что здесь вы как раз копируете все, что вам нужно, и этот файл вы не подключаете в другие файлы. Окей, с forward declaration разобрались, давайте еще поговорим о том, что такое композиция и агрегация. Например, сама понятие композиция говорит, что один объект без другого жить не может, ну или нелогичен. Например, машина как полная целочисленная сущность как сущность единого целого не может жить без колес, в то время как может в принципе жить без человека или персонажа. То есть персонаж является необязательным атрибутом машины. Соответственно, обязательным атрибутом, наверное, являются колеса, иначе это не полноценная машина. Конечно, это все философия, но допустим, это так. И в данном случае, если мы содержим поле колеса, то они как бы связаны с нашим, этот класс как бы связан с нашим классом как композиция, то есть это как единое целое, в то время как персонаж связан с нашей машиной как агрегация, то есть как бы необязательный атрибут, то есть персонаж может спокойно жить без машины или может любую другую машину выбирать и так далее, но колеса сами выбирать, грубо говоря, наверное, не могут, хотя могут существовать без машины, но это уже должно быть называться не машина, например, машина, не знаю, без колес, ну вы поняли, надеюсь. Окей, дальше давайте поедем и посмотрим на такой пример, я здесь добавил умные указатели, чтобы ничего не удалять и чтобы мы еще раз посмотрели на эти умные указатели, можно в принципе выбирать эти std, потому что мы сделали username spaces std и так немножко легче читается. Что у нас здесь? Мы создаем car, дальше мы создаем плеера и мы car с этим плеера. Все здесь понятно, в принципе мы вызываем эти же методы, если мы запустим, у нас имя плеера джон, у нас выведется на экран джон. Окей, поехали дальше. Следующий момент, есть у нас например класс sumArray, мы уже его немного смотрели, что здесь есть, здесь в принципе есть несколько полей длина и данные, конструктор, есть другой конструктор, есть destructor, который это все удаляет, и есть оператор скобки, который принимает индексы и что-то делает с этой датой, но если мы начнем инициализировать этот array через инициализирующие эти скобки, то у нас будет ошибка, и чтобы эту ошибку убрать, в c++11 были добавлены std initializer list дальше мы можем уже сказать, что мы хотим делать с этим листом, то каждый элемент мы должны по индексу присвоить нашу дату, увеличить этот count и что-то с этим делать, теперь мы можем использовать этот initializer list, просто если вы вдруг встретите initializer list или сделаете какую-то свою структуру, чтобы так можно было делать, просто это для примера показано, окей, здесь все просто, поехали дальше, дальше у нас интересное это полиморфизм и давайте перейдем на классы, которые я посоздавал для животных, например, мы хотим создать животных, животные собака, кошка, еще какие-то другие животные и у них есть какие-то общие методы, какие-то различные, вот, пока что мы сделаем общие методы, все из них умеют например говорить, чтобы более было удобно, мы можем взять и сделать так называемый абстрактный класс какого-то животного, то есть это не конкретное животное, а это какое-то животное, вот, в принципе здесь C++ ничего нет, так, можем взять и закрыть и закрыть другие вкладки, и закрыть это у нас будет одна, окей, мы создали абстрактный класс животных, в принципе мы назначили несколько методов, которые будут у других животных, если они будут наследоваться от этого класса, но, например, у нас есть здесь метод говорить, но мы не хотим, чтобы наш абстрактный животный умело говорить, потому что мы не знаем, что нам нужно сказать, мы вообще не хотим даже создавать этот класс или экземпляр вернее этого класса, об этом мы коснемся позже, но пока что мы хотим заменить этот метод, чтобы он не мог ничего делать, чтобы он был, чтобы мы могли его переопределять, но не могли его, грубо говоря, вызвать и вообще не могли создать этот класс, для этого в C++ мы можем использовать равно ноль, то есть мы скажем, что этот метод является абстрактным, вот, в других языках программирования существует просто ключевое слово абстракт, мы его дописываем и все то же самое, в C++ нужно дописать равно ноль, окей, давайте поедем дальше и посмотрим на класс cat, класс cat у нас публично наследуется от animal, если бы он наследовался приватно, то мы бы не могли использовать все, что есть в классе animal, поэтому наследуемся публично, вот, есть свой конструктор, который принимает name, вот, и сетит его в name, name у нас хранится в поле в классе animal и оно protected, то есть только те, кто наследуются от класса animal, могут что-то делать с этими полями, а те, кто не наследуются, соответственно, не могут, также конструктор тоже находится в protected, а public находится вот эти два мета, окей, cat cat у нас имеет тоже метод speak, но его переопределяет, причем переопределять слово не обязательно писать, но так лучше, так оно точно проверяет, переопределяет, и здесь мы вводим совсем другое, не то, что у нас было в animal, у animal у нас было вот такое, а стало теперь ничего, также у нас есть класс doc, который имеет то же самое, но говорит совсем другое, теперь магия, переходим в наш maincpp, и если мы создаем класс cat, говорим newcat, даем ей имя, потом говорим speak, то cat скажет то, что у нее в классе, то есть мя, давайте закомментируем вот эту штуку, вот еще раз запустим и у нас будет мяу, то есть здесь все логично, если мы сделаем с dog то же самое, то у него будет вуф, но теперь магия такая, мы создаем новую кошку, но присваиваем ей ее класс animal, у animal у нас например, если бы мы вот этот метод сделали, по идее вывелось бы вот это и чтобы это сделать мы в принципе можем убрать слово virtual, запустить и посмотреть что выведется когда мы скажем animal speak, а в данном случае нам у cat нужно убрать override, как раз override за этим следит, если мы не будем за этим следить, то то же самое у dog то у нас выведется вот это непонятное что то есть мы создали какого-то животного непонятно что возвращаем override здесь и здесь и возвращаем у animal virtual вообще делаем обратно смотрим и теперь наш animal говорит мяу хотя это класс совсем другой animal но указатель у него на метод который в классе cat то же то же самое с dog если мы сделаем так же мы привели к базовому родительскому классу говорим speak а он говорит speak тот что в dog и это одна из магии грубо говоря потому что теперь мы можем создать какой-то контейнер например вектор поместить туда наших животных и пройтись по ним сказав что им делать например пусть каждый из них покажет их имя пусть каждый из них что-то скажет в данном случае у нас два животных dog 2 и cat 2 они скажут woof и meow они могут делать реализовывать свое поведение но через базовый класс в этом и есть суть полиморфизма вот надеюсь это было тоже полезно интересно и всем пока